Электродвигатели в нашей жизни находятся в более широкое применение. Они используются где угодно, от кофемолки до карьерных самосвалов. Промежуточным вариантом можно считать электровелосипед, типа того, на котором я еду сегодня. Достаточно вспомнить мотор-колесо Дуйнова для электровелосипеда или еще более знаменитое мотор-колесо Юницкого, которое является самой первой давней разработкой закрытого акционерного общества струнной технологии и установлено в том, на чем я сейчас еду. Оно является праотцом всех тех мотор-колес, которые сегодня устанавливаются в подвижном составе Skyway. О том, каков принцип действия электромотора, какие мотор-колеса бывают и какие лучше применять в различных типах транспорта, мы с вами поговорим сегодня со специалистами. Электрические ступичные двигатели, называемые также мотор-колесами, были запатентованы еще в 80-х годах 19 века. Первое электрическое мотор-колесо или электродвигатель, встроенный в ступицу колеса, было опробовано на автомобилях. В 1884 году исследователь из Сент-Луиса Вильянтон-Адамс запатентовал уникальную задумку – внедрение электрического двигателя непосредственно в колесо транспортного средства. Практически же реализовал его идею Альберт Парсел из Бостона, сконструировав в 1890 году первый ступичный мотор-колесо. Представить себе принцип его работы поможет его остроумное сравнение с белкой в колесе, приведенное журналом «Популярная механика». Магнитное поле, создаваемое в катушках, взаимодействует с магнитным полем ротора. За счет того, что оно является переменным, движется по какому-то закону, соответственно, магнитное поле ротора начинает двигаться. Если обращаться к простой модели, значит, принцип работы следующий. Значит, вот это, предположим, это ротор наш, вот это статор. Значит, мы создаем в статоре переменное магнитное поле, значит, оно пытается вращаться, да? Значит, тем самым, как видим, пытается вращаться непосредственно ротор. В конструкции современных мотор-колес используются бесколлекторные двигатели, получившие широкое распространение благодаря развитию электроники и созданию мощных магнитов, хотя сама идея подобного двигателя также появилась достаточно давно, еще на заре электричества. Но в силу неготовности технологии ждала свое время не до 60-х годов 20-го века, когда появился первый коммерческий бесколлекторный двигатель постоянного тока. То есть различные серийные реализации этого типа электропривода существуют уже более 50 лет. Мотор-колесо представляет собой комплексный агрегат, объединяющий колесо и встроенный в него тяговый электродвигатель, силовую передачу и тормозную систему. Таким образом, каждое мотор-колесо имеет индивидуальный привод. Все-таки в промышленности и в бытовой технике электромоторы применяются шире всего. В частности, ни один из станков, который вы видите вокруг меня, не обходится без них. И в любом вашем телефоне есть электромоторчик с эксцентриком, который делает то, что вы называете вибрацией. В транспорте не так широко используются электромоторы, а мотор-колеса вообще практически применяются в уникальных случаях, типа тех, которые мы обсудили выше. Тем не менее, в ряде случаев именно применение мотор-колес дает неоспоримые преимущества. Об этом мы и поговорим сейчас. Транспортные средства с электрическими мотор-колесами обладают целым рядом преимуществ перед традиционными. Это отсутствие множества сложных и тяжелых передаточных механизмов между двигателем и колесом. Сцепление, трансмиссии, приводных валов и дифференциалом. Также это отменная динамика. Компактные легкие электромоторы способны развивать максимальный крутящий момент с самых низких оборотов. Помимо того, использование мотор-колеса значительно упрощает конструкцию системы регенерации энергии торможения. И, что немаловажно, у мотор-колеса нет конкурентов в обеспечении активной безопасности движения. Все продвинутые электромеханические алгоритмы легко прошиваются в управляющее программное обеспечение и воздействуют на каждое отдельное колесо. Однако нет достоинств без недостатков. И поэтому за все эти преимущества мотор-колесо расплачивается не менее значимыми недостатками, основными из которых являются их размер и масса. Тем не менее, инженерам закрытого акционерного общества струнной технологии удалось преодолеть эти две главные проблемы. Во многом это получилось за счет выбора синхронного электромотора и новых магнитотвердых материалов, спеченных на основе сплава не один железобор, имеющих преимущество перед магнитами на основе самария и кобальта по энергетическим показателям. Это в сборе мотор-колесо нашего подвижного средства от Юнибуса. И, как здесь видно, оно состоит из, собственно, колеса, непосредственно самого двигателя, плюс тормозной системы. То есть это все вместе, это мотор-колесо в сборе. Ну, собственно, это наш двигатель, который разработан и произведен у нас. Это двигатель китайского производителя. Но китайский двигатель поменьше. Каковы его характеристики в сравнении с нашим, хотелось бы знать? Дело в том, что вот этот китайский двигатель, он мощностью в 3 киловатта номинальной мощности. Наш же двигатель номинальной мощностью в 25 киловатт. То есть мощность различается почти в 10 раз, а размеры значительно меньше. Поэтому именно подобный вид привода был выбран для подвижного состава Skyway, вопреки повсеместному использованию асинхронных, самым известным из которых является супер-разрекламированный мотор Дуинова, приобретших свою популярность из-за простоты своей конструкции. Асинхронный – это проще конструктивный мотор, не имеющий в составе мощных редкоземельных магнитов. Потом за счет этого, в принципе, способный экономически выигрывать себе позиции. Но в противовес этому имеет хуже характеристики – моментные, мощностные, весовые. На этом двигателе мы рекуперируем энергии больше, чем бы мы рекуперировали на асинхронном двигателе. Еще плюс ко всему стоит отдать преимущество – это высокая эффективность нашего электродвигателя по сравнению с тем же самым асинхроником. То есть для того, чтобы создать магнитное поле в асинхронном двигателе, то есть начать вращение ротора, вам необходимо проложить больше энергии, чем в нашем двигателе. Потому что у нас есть уже предвозбужденные магниты. И кроме того, очень важный момент – это способность синхронного мотора управляться не по моменту, а, так сказать, по скорости. То есть правильно настроенный инвертор, имеющий векторное управление, способен с точностью до 1 или даже до 1,1 оборот в минуту поддерживать заданную скорость, независимо от нагрузки нами. Мотор-колеса используется в карьерных самосвалах, что мы уже отмечали выше. В связи с тем, что механическая трансмиссия просто не справится с нагрузкой в сотни тонн, которой подвергается машина. К тому же места для их размещения, например, в Белазе, более чем достаточно. В Skyway же задача была посложнее. Стандартные 4-мотор-колеса для высокоскоростного Юнибуса, общей мощностью 800 кВт, весили бы более тонны. То есть примерно в три раза больше наших. И просто не поместились бы в аэродинамические обводы подвижного состава струнного транспорта Юницкого. Даже если говорить о цене, то несмотря на применение редкоземельных металлов, из-за чего мотор получается несколько дороже, ввиду более высоких энергопоказателей, стоимость его эксплуатации в итоге оказывается ниже. Асинхронное мотор-колесо, например, велосипедного типа, там, где ему основное применение и есть, очень ограничено разумной массой при достаточной мощности, если так сказать. То есть если пытаться нарастить мощность с этих 5 кВт до хотя бы 25 кВт, то размер диаметра колеса за счет увеличивающейся обмотки будет расти лавинообразно. В настоящее время я работаю над усовершенствованием конструкции наших электромоторов, которые пойдут для высокоскоростного транспортного средства. Это 60 где-то киловатт моторы. Ну, Юникунта, это 35 киловатт моторы. Это контейнеровозы, да? Да, контейнеровозы в частности, совершенно верно. В данном случае это картина электромагнитных полей. Я моделирую электродвигатель и рассматриваю, как его можно усовершенствовать, где снять материалы, где увеличить, чтобы получить приемлемые массогабаритные показатели. Подытожим. Что принесет нам будущее, покажет лишь время. Наверняка появятся совершенно иные, качественно новые технологии. И каковы они будут, сегодня можно только гадать. Однако на сегодняшнем этапе их развития можно с уверенностью утверждать, что коллектив закрытого акционерного общества струнной технологии под руководством генерального конструктора Анатолия Юницкого создал наилучший тип привода для подвижного состава Skyway. И пока это мотор-колесо с синхронным электродвигателем собственной конструкции. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда вам не придется крутиться, как белка в колесе. Строй Skyway. Спасай планету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова